С сегодняшнего дня в Луганской Народной Республике объявляется трехдневный право по погибшим. Все будут похоронены с воинскими почестями. Вчера в результате авиаудара погибли мирные граждане Республики. Среди дела дня в густонаселенном районе города Луганска украинской авиации были применены кассетное оружие, запрещенное конвенцией о кассетных боеприпасах. Так действовали только фашисты, так действовала дивизия СС Галичина. Только они применяли запрещенное оружие и зверски расправлялись с мирным населением наших городов и поселков. Вчерашний авианалет можно классифицировать как акт проявления фашизма со стороны украинской хунты по отношению к мирным гражданам нашей Республики, как военное преступление. Погибли и были ранены люди, стоявшие и проходившие мимо знания администрации, мельногулявшие в парке. В 50 метрах от входа на детской площадке играли дети. За самим зданием находился детский сад. Слава Богу, что не погибли дети. Только настоящие звери, только нелюди могут пойти на это. Хунта утверждает, что у нас нет войны, а идет антитеррористическая операция. Но у нас гибнут мирные люди. Фашисты пришли на нашу землю и заявляют, что не воюют с нами. Мы заявляем, что стоять наш народ будет до последнего. Мы изгоним эту коричневую чуму с нашей земли. Мы еще раз обращаемся к официальным властям Российской Федерации. Об оказании помощи Луганской Народной Республике. Не на словах, а на деле. Мы просим ввести миротворческий контингент на территорию нашей Республики. Или как минимум объявить воздушное пространство над Луганской Народной Республикой бесполетной зоной. Народ Луганщины просит Россию помочь нам в трудную минуту. Мы надеемся, что братский сосед поможет нам с фашистскими оккупантами. Мы в свою очередь призываем мирное население Республики не паниковать. Вести себя сдержанно и спокойно. Если есть такая возможность, эвакуируйте детей и стариков. Отмест потенциальной угрозой авиаудара. В случае оповещения сигнала воздушной тревоги, укрыться в бомбоубежищах, подвалах или погребах. Выполнять команды наших вооруженных формирований. Мы делаем все возможное для сохранения жизни наших граждан. Мы обращаемся ко всему мужскому населению Республики. Особенно это касается шахтеров. Пришла война. Поднимайтесь. Мы должны дать отвор фашистскому агрессору. Идите в ополчение. Займитесь партизанской войной. Никто кроме нас не знает лучшей местности, на которой вы проживаете. У нас огромное преимущество перед врагом. Мы должны сделать выжженную землю под ногами этих фашистов. Мы должны отключить свет, по возможности воду. Все, что касается жизнеобеспечения этих фашистских варваров. Все население от мала до велика призывают, по возможности уничтожать или сообщать военные формирования Луганской народной армии. Мы не должны оставить им шансы. Пускай они знают, что здесь они фашисты. И только к фашистам мы будем относиться как к преступникам и зверям. Мы будем их уничтожать. Скажите, пожалуйста, в состоянии Генкукова Украины озвучили цифру, то, что за последнюю секцию, за последнее время, так называемую антитюрористическую операцию в Донецкой и Луганской областях, он считает погиб 181 ополченец, 290 ранен, 39 военнослужащих. Я думаю, что цифры, как всегда, изменены. У нас действительно много после авианалетов в Донецкой и Луганской области, очень много погибших. Они расстреливают колонны с ранеными. Они расстреливают мирное население, которое не подозревает, что на них охотятся. Они используют кассетные бомбы, которые запрещены, и которые наносят большой урон именно простому военному населению. Поэтому цифры намного больше и с нашей стороны, и с их. Они не приводят цифры, сколько солдат киевской обфункции вообще покинуло свое расположение и ушли, бросив автоматы. Они не приводят, сколько раненых своих же они уже расстреляли. Они не приводят данных о том, что были, когда были обнаружены трупы, и же солдат, они были без органов. Точно так же и наши мирные люди. Они даже, это даже уже не фашизм, это уже зверье, которое вынимает с мертвых органы на имплантацию или что-нибудь еще, я не знаю. Это звери. Валерий, скажите, вы были в здании в момент налета. Да. Немножко о своих эмоций и впечатлениях. Как это было? Как вы услышали этот взрыв? И где вы находились? Я находился в своем кабинете, вел переговоры, ко мне пришли граждане. Прозвучал взрыв. И охрана как бы убежала, и мы начали эвакуацию. Эвакуацию и помощь раненых. Как вы думаете, целью могло быть убийство лидеров? Скорее всего, это было именно по лидерам. Поэтому я очень сейчас опасаюсь за жизнь людей, которые находятся вокруг меня. Потому что нам точно известно, что отдал приказ Порошенко на уничтожение меня и ближайших ко мне людей. То есть они именно работали по нам целенаправленно, именно в эту точку. Хотя бой, например, шел на Мирву. Да, но они что, промахнулись? Ну, это удар-то на парк. Скорее всего, этот удар был подсвеченный указкой. Ну, не знаю, может, у них такие солдаты. В их слабой подготовке мы уже убедились. Ну, не знаю. Я хотел бы еще обратиться к гражданам, всем гражданам любой республики, любой области. Если есть какие-то данные по летчику, который летал и произвел бомбардирование, просьба сообщить на любой сайт, на любую информацию по телефону. Вот это очень жизненно необходимо. Елена Коктева, наша газета. Или вы еще подняли? Да, я опять-таки, когда вы слышали взрыв, все-таки, вот вы что подумали в первую минуту? Ну, что начался обстрел, да, ну, примерно я слышал гул самолета, я понял, но я не подозревал, что это было так близко. Спасибо. Елена Коктева, наша газета. Скажите, пожалуйста, вы назвали Шпинерланды, опасаться миру, специальной угрозой. Что это может быть? Объясните, пожалуйста, мирным простым гражданам, что им делать, помимо того, что если бы не бы им был. Большое скопление людей, в основном, потому что места, как вы видите, могут быть любые. Если они бомбят уже детские площадки, которые здесь находятся, и всех мирных, в основном, погибли мирные. Вот именно здесь вот, да. И где только мир? Да. Везде, что? Поэтому большое скопление людей, надо больших площадей, там очень такое. То есть надо быть аккуратнее, смотреть на небо. Валерий, извините, неустой, Конвенцова. Я была здесь месяц назад, когда вы объявляли фондаризацию, когда строились там по 20 человек там на СБУ-мороде уже, и до 6 часов все военные должны обвинять присягу вам в проекте фондаризации. И до сих пор сколько из этих военных частей, в 12, да, пограничных, сколько приняли присягу у нас в Музбук? Ну, мы не ставили на данный момент, ну, до сегодняшнего времени, и не ставим сейчас именно перепочинить. На данный момент все заставы будут уничтожены, потому что по последним событиям переговоры никакие вестись не будут. Будет только уничтожение, или полная сдача, или уничтожение. И в 12, да, этих частей? Да. А что в целом из Александровки? Поступает информация, что она уничтожена. Так точно же. Скажите, пожалуйста, о кассетных бомбах это уже подтверждено? Это выводы экспертов, или это ваше положение? Понимаете, любой военный рядовой солдат вам скажет, что это не ракета ПЗРК. Если бы она такая была, ну, то есть поймите, что ракета ПЗРК, она действует на правду. По тому, как это происходило, она, в принципе, должна, то есть на той стороне здание крыши снесено. Она бы так не делала, она бы взорвалась там, или еще. И плюс к тому, что вот эта дорога, след от кассетных бомб, она, в принципе, должна была, наверное, просыпаться по дороге. Потому что она идет именно правильно. Был бы один за ним. Просто оказалось, очень много разговоров. Ну, потому что понятно, много разговоров именно от фашистов, естественно. Эти эксперты, я могу им плюнуть в лицо, если они мне скажут это в лицо, что это была ПЗРК. Армирным, скажите, они просили, чтобы сдаться и выйти? Вот такое, 13 часов вчера. Военные... Да, военные сдались, они положили, сложили оружие, и те, кто был, ну, не согласен, не мог воевать со своим населением, они вышли. А сколько их вышло? Примерно? Сколько? 15 человек. 15 человек, около 15. Получается, еще там около 170. Ну, они тоже сейчас пытаются выйти на нас для переговоров. Вы выпускаете, когда сдадутся? Если они сегодня до 5 часов сдадутся, мы согласны принять ихнюю капитуляцию. В другом случае, они будут стерты с лица земли. Юрий Маслов, телеканалов, скажите, вам какая-то контрразведка ваша передает, то есть, ожидается ли еще какой-нибудь авианолет? Естественно, сегодня планируется тоже авианолет по последним данным. Естественно, это может быть и дезинформация, они очень много кидают дезинформацию, как вот с этим ПЗРК, которая якобы стрельнула отсюда. То есть, это оно вообще, я даже не понимаю, как оно могло так вот пролететь снизу, потом взлететь вверх и стрельнуть в кондиционер. Для того, чтобы она сработала на тепловой кондиционер, ему надо было разогреться до 900 градусов. То есть, у нас ни один кондиционер так не работает. Я сегодня насчитал 26 ворот в земле и 3 в здании. То есть, есть же у нас в Луганске государственные служащие, эксперты, которые могут эту информацию собрать и передать в Киев. Я вас уверяю, что тут даже без экспертов понятно и видно, что ПЗРК так не работает. Это ракета, направленная, которая удерживает цель. То есть, она не могла так сработать. Даже без эксперта это понятно. Но экспертизу мы обязательно сделаем. Плюс осколки. Плюс осколки. А вот этот, я сегодня видел, в воронке снаряд торчал прямо в земле. То есть, они не опасны сейчас эти снаряды? Сейчас нет. Но все равно это будут работать с операцией. У вас есть радары, которые сообщают о движении авиации? Да, на данный момент у нас есть и радары, у нас есть даже беспилотная авиация на данный момент, которую мы обязательно воспользуемся. Кстати, мы захватили эту беспилотную авиацию именно у националистов. Украинской Акутии. А сколько беспилотных взять? Это... Хорошо. Окажете ли вы помощь в организме? Обязательно. Мы окажем всю помощь, которая нужна и возможна. Все люди будут похоронены с воинским салютом, с воинским и прочим. Тогда будут прям коронавирусить. назначены. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.